Украинский индустриальный магнат Июнь – месяц покупок, верно? Да Он никогда не садится за руль и не летает обычными рейсами Я считаю, что если Господь дал мне возможность заработать денег, то я должен ими насладиться, иначе зачем я их зарабатывал? Он пьет редкие сорта шотландского виски Это стоит 400 долларов за порцию Фантастические виски В 93-м году Эдуард работал в стали-литейном цехе и зарабатывал 70 долларов в месяц Сегодня он один из 500 богатейших людей планеты, владея состоянием в миллиард 600 миллионов долларов За 13 лет его компания превратилась в транснациональную империю, куда входят предприятия тяжелой промышленности, сети супермаркетов, недвижимость с годовым доходом 215 миллионов Благодаря своей проницательности Шифрин умудрился заработать 2 миллиона долларов на продаже команды гоночной серии «Формулу-1» Магазины на улице Нью-Бонд в Лондоне пользуются большой популярностью в гачи всего мира, где они любят посорить денежками Эдуард Шифрин посещает настолько эксклюзивные магазины, что о них мало кто слышал Только по-настоящему богатые люди могут позволить себе приобрести одежду торговой марки Аби Рассини Она выпускается в единичных экземплярах и стоит огромных денег Когда Шифрин приезжает в этот магазин, то его обслуживает сам Рассини, ведь Эдуард один из его самых почитаемых клиентов Добро пожаловать Как вам? Очень хорошо То, что нужно Сегодня всю одежду я покупаю у Аби Рассини в его магазине на Бонд-стрит в Лондоне Фактически все можно купить у этого дизайнера, мне нравится его творчество Посмотрите на этот смокинг, 22-каратное золото, видите? Шифрин относится к категории импульсивных покупателей Я прихожу сюда без определенной цели, но когда мне нравится вещь, то я покупаю ее 5500 5500 фунтов Да, 5500 Всего лишь А носки бесплатные Мне очень нравятся фразы Уинстона Черчилля Меня легко удовлетворить самым лучшим Во многом это изречение характеризует меня Да, мне нравится качество Высшее качество Я люблю уровень Мне понравились ботинки из кожи угря, они отлично сочетаются с бесплатными носками Это самые удобные ботинки, которые я когда-либо носил Очень хорошие Потрясающе, да, я куплю их, они великолепны 1100 фунтов 1100 фунтов 990 со скидкой Со скидкой Только миллиардер считает, что костюмы-ботинки на сумму 13 тысяч долларов можно назвать хорошей сделкой Потому что, когда я начал зарабатывать больше денег, то стал покупать более дорогие вещи, которые не мог купить ранее Таким образом, мои вкусы, безусловно, изменились Безусловно, изменились Но в то же время отношение к жизни осталось прежним Ее ценности, какими были, такими остались Сегодняшний роскошный образ жизни Шифрина не идет ни в какое сравнение с его прошлым, проведенным на Украине Эдуард родился в промышленном городе, в 400 километрах юго от Киева Ижил в скромной квартире над Сокольным этажем Я родился в маленькой квартире, состоявшей из одной комнаты и кухни В ней жили пять человек Моя мать, отец, бабушка, прабабушка и я Квартира находилась ниже уровня земли И в детстве я любил смотреть на ноги проходящих мимо людей Семья едва сводила концы с концами Родителям хватало денег лишь на еду и обучение с сыном Мы выросли в обстановке бедности, но в семье ценили знания Можно сказать, что деньги нами презирались и проклянулись Мои родители учили меня, что самое главное в жизни быть хорошим и образованным человеком Но что плохого в том, думал я, чтобы еще стать богатым Сегодня Шифрин владеет пятью домами Этот, самый дорогой, стоимостью 10 миллионов долларов, построен на Рублевке В престижном районе Москвы Я приобрел дом в 2004 году Теперь он полностью изменился Передело на все От прежней постройки ничего не осталось Мне очень нравится дизайн дома Деревянные полы, деревянные лестницы Обожаю дерево Дом очень красивый, я с огромным удовольствием живу в нем Он очень функциональный, здесь есть все, что мне нужно Ничего лишнего В доме, где Эдуард проживает со своей женой Ольгой Есть бильярдная, сауна и домашний кинотеатр Настоящее произведение искусства Также имеется винный погребок Где хранится виски? Эдуард посещал школу с углубленным изучением физики А затем, как и его отец, уехал в Москву, где поступил в институт стали и сплавов В 83-м году он вернулся на родину и устроился работать на завод Я 10 лет работал на дуговой электропечи в тяжелых условиях на цементном полу Я много вкалывал, выходил в ночную дневную смену Те 10 лет, проведенные на заводе, были очень тяжелыми для меня Но я приобрел огромный опыт Я научился управлять людьми, научился отстаивать свою точку зрения И настаивать на свое мнение Возможность открыть свое дело предоставилась в 94-м году Когда канадец русского происхождения Алек Шнайдер Решил поддержать пришедший упадок в металлургическую промышленность Инвестировав в нее свои средства Эдуард и Алек заработали на этом деле миллионы Я понял, что этот мир полон возможностей, поэтому решил уехать Я предпринял очень рискованный шаг, ведь на заводе мне была гарантирована зарплата и работа В иностранной компании мне ничего не гарантировали Если бы мне сказали, что через 10 лет я стану миллиардером, я бы очень удивился К 2001 году они заработали столько денег, что купили заводы в свою собственность, включая фабрику в родном городе Шифрина Бывший рабочий, получавший 70 долларов в месяц, заплатил за нее 70 миллионов Всего за 8 лет Шифрин вошел в число самых состоятельных людей планеты И его образ жизни меняется пропорционально личному счету в банке Эдуард очень любит сидеть на заднем сидении автомобиля, но никак не впереди Раньше я много ездил за рулем по делам, мотался по всей Украине, налажил и бизнес Сейчас я уже не сажусь за руль, на это есть водитель В Москве у меня бронированный БМВ В Москве у меня бронированный БМВ В Лондоне Бентли, Арнаш В распоряжении Шифрина личный реактивный самолет стоимостью 20 миллионов долларов У меня постоянный экипаж летчиков, постоянная стюардесса Елена Мне нравится серфис, мне здесь все по душе На личном самолете Шифрин быстро перемещается между особняком Москве и 5-миллионным загородным домом в окрестностях Лондона Отсюда рукой подать до Бойсдейла, где расположен эксклюзивный лондонский бар в котором выпивка стоит баснословных денег Шифрин отлично разбирается в ячменном виске, бутылкой которого может стоить 5000 долларов Я не хочу смешивать, дайте просто взглянуть Владелец паба, эксперт по виске, Рональд Макдональд разделяет склоны Шифрина к элитным сортам Виски Маккаллан 1946 года, с точки зрения простого обывателя, стоимость данного напитка просто колоссальна В нашем баре стаканчик Маккаллана стоит 685 фунтов Рома отформируется в стакане, который ни в коем случае не следует сильно взбалтывать Надо дать напитку немного испариться и отстояться На мой взгляд, этот виски нужно пить следующим образом, если, впрочем, вы еще не совсем пьяны Поднимем стакан практически перпендикулярно нашему носу, так, чтобы напиток находился прямо под ноздрями Вы тут же почувствуете все оттенки виски без примеси алкоголя, словно заиграет оркестр, потрясающий оркестр Очень люблю виски, в особенности сорт Маккаллан Я однажды открыл это виски для себя, для этого перепробовав другие разновидности, но понял, что лучше Маккаллана нет ничего Я люблю признанные сорта, напитки 30, 40 и даже 50-летней выдержки Будем мне под рукой секундомер, то я запустил бы его... невероятно Для того, чтобы сказать вам, когда исчезнет вкус, мы будем ощущать его до трех часов утра Я не жалею, что приобрел три бутылочки этого нектара, это все, что у них было Я опустошил их запасы, скупив практически все Они выглядели счастливыми, еще бы На здоровье Стоимость посиделки более трех тысяч долларов Это лишь мелочь для человека, владеющего фермами, угольными шахтами, казино и кораблями Шифрин продолжает расширять свою гигантскую империю недвижимости Он открыл 15 гипермаркетов на Украине, а в центре Москвы, на Старом Арбате, в километре от Кремля Построил торгово-деловой центр Мидланд-Плаза, стоимостью несколько миллионов долларов Жизнь была очень напряженной, когда мы открывали этот комплекс Надо постоянно двигаться и никогда не останавливаться Если остановишься, считай пропал Сейчас, когда мой капитал оценивается приблизительно миллиард долларов, может чуть больше На планете живет примерно тысяча-полторы миллиардеров, насколько мне известно Чувствую себя несколько странно Потому что, ну, трудно в это поверить Чувствую себя немного странно, сейчас сложно в это поверить Но жизнью доволен Ему нравится тратить деньги, но еще больше нравится их зарабатывать Шифрин ведет свой бизнес в 34 странах, и это не предел Если нет этого желания, это одно из условий, то невозможно зарабатывать деньги, не подвергая себе риску Так не бывает Жизнь должна быть интересной, иначе я бы не работал Бизнес дал мне шанс самореализоваться, завоевать свое место под солнцем И я веду борьбу на этом фронте каждый день И в то же время заставляет бороться каждый день Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok